И я обожаю, на самом деле, вовлечение, обожаю лидерские программы, обожаю все, что происходит в лидерских программах, обожаю драйв, когда все бегут, громко ничего не понимают, когда он еще не получается, когда срывы, когда потом получается, все любят. Я люблю программы трансформации, вторые, как продвинутый курс, когда слезы, кровь, пот, все плохо, все умерли, потом вдохновились, а уже не побежали. Я люблю базовые программы, когда вдруг оказывается, что все возможно, безграничные возможности. Я все люблю. И на самом деле у меня получилось так, что я пришла в лидерские программы уже когда была востребованным очень бизнес-тренером, меня много приглашали в компании, я работала. Когда я была высокооплаченным коучем, когда я еще дошла вот такого практически никто не знал, мне уже платили хорошие деньги, как за коучер, да? И вот я прихожу в лидерские программы, я ничего не понимаю. Ну потому что я, естественно, ну как, тренер, уже, думаю, что я же тренер, я начинаю вести эти всякие лидерские программы, и что-то оно непонятно для меня, а тут произошло вот что. Оно, понимаете, то работает, а то не работает. То у меня густо, то пусто, то вообще нет ничего. Я ничего не понимаю, что происходит. И вот какое-то время я так, ну, работала-работала, и вот я никак не могла понять закономерности. Я говорю, Виктор, вот я не понимаю. Вот я делаю вот АВС, а оно Д. А такая метафора про две кастрюльки. Когда вот если я независимый наблюдатель, смотрю на две кастрюльки, которые стоят на ровной поверхности, и вот представьте, одна кастрюлька, над которой нет ничего, и вторая кастрюлька, над которой идет пар. Нам, тренированным людям, тренерам, сразу продвинутыми мозгам приходит в голову вопрос. От чего? От чего же-то он должен быть? От чего-то. Да, понимаешь, что делать? Но если мы при этом наблюдаем, что, ага, под одной кастрюлькой что-то голубенькое, наши мозги сразу говорят, что говорят тут вопрос уже нет, почему? Все понятно, походят, и такая приглашает себе этого фотографа, и угощает его борщом, она только что наварила, борщ в порядке, голубенький обувь на кастрюльку, она наварила борща, его кормят, он ест, и так, знаете, с таким вот восторгом, да, и говорит, она ему, рассматривая фотографии, которые он принес, какие прекрасные фотографии, наверное, у вас очень хороший фотоаппарат, а он говорит, а какой у вас хороший борщ, наверное, у вас очень хорошие кастрюли. И важно, чтобы тренер мог очень хорошо пользоваться кастрюлей, почему нет? Все техники, инструменты, ораторское мастерство, у меня держатся там жесты, ну вот все, что входит именно в инструментарий тренера, и то, на самом деле, чем бизнес тренера достаточно часто пользуются, то вот знаете, харизма для меня, это вот тот, голубенькая, из-за чего потом порог, оно все, и вот здесь дальше, как я, пришедший человек из коучинга, из бизнес-тренингов, вдруг в трансформационной программы, и вот как-то вот оно не качает, в какой-то момент у меня очень простая мысль пришла к моему голову по поводу харизмы, о том, что для разных программ вообще-то степень харизмы вот, она нужна немножко разная. И если вот так расставить программ, да, здесь, допустим, будет лидерейка-либерских программ, здесь будут бизнес-программ, здесь будут женские, не дай бог, да, вот программы, что, в принципе, тоже неплохо. И, ну, к примеру, допустим, индивидуальное консультирование по коучингу, то вот когда мы говорим о харизме, в индивидуальном консультировании по коучингу, харизма практически противопоказана. Ну, вот практически, я не говорю совсем нет, но практически. В женских программах там уже это имеет место быть, но вот не очень сильно, потому что, если будет очень сильно, то тогда женщины, проходящие программу, они будут очень сильно не свою уникальность выращивать, а что мы получаем после некоторых женских программ? Абсолютно шаблоны женщин, которые знают, как все правильно делать. Все. Ну, я не про славу и говорю программу, но все равно. А бизнес-стренингов уже нужна харизма. Особенно, когда это компания, которая мне заказала, когда я прихожу, и особенно вначале, вначале, потом дальше нет. Вот это важно, вот дальше снять это все, и как-то уже так в группе немножечко это все вот так. В лидерских программах харизма абсолютно необходима. И вот многие тренера, которые сталкиваются с тем, что плохие переходы с программ на программу, а люди как-то не очень сильно вовлекают, то часто это вовсе знаете не с тем, что лидеры как-то не так, а вот харизма. Причем, знаете, вот так я понимаю, не бывает какая-то абсолютно хорошая харизма или вот какая-то плохая харизма. Это харизма. Харизма правда да, это честно. То есть это правда на самом деле да. Другое дело, что оно есть у каждого. И это совершенно третье дело, что некоторые люди не осознают свою харизму, не умеют ее раскрывать, не умеют пользоваться. Чем хорошо, когда тренер харизматичен в лидерских программах? Сейчас только про... Да, вот мы сейчас это все так убираем и говорим только про лидерских программ. В лидерских программах. Чем хорошо? Имеешь в виду основу про лидерских программ? Да, да, да. Я беру все три. Ну там дальше будут немножко разные нюансы. Тут будет больше нужно, тут меньше. В каких-то моментах... Вот тоже, знаете, в каких-то моментах нужно прям... Ну вот... А в каких и наоборот. Вот. Я беру всю линейку лидерских программ. Хорошо, когда у тренера есть харизма. Во-первых, потому что они пришли, сели и слушали. И вот я замечаю, что сопротивление как бы приятия материала, приятия того, что говорит тренер, меньше гораздо. Ну то есть в разы прям вот. Там споров каких-то, еще чего-то там не соглашали. Я знаю специальных тренеров, которые умеют провоцировать. Мастера таких провокаций провоцированы. У них с этим все в порядке. Ну в общем случае. Это первое. Второе. Переходы. Переходы из базовой в трансформационную, если тогда информационную, в лидерскую, стремятся к ста процентам. Ну тут мы говорим про количество людей на программе. Вы знаете, иногда, когда я разговариваю с некоторыми тренерами, возникает иллюзия у тренеров. Ах вот был бы у меня зал бы 500 бы человек бы. Вот тут бы я. Один раз можно сделать. А вот дальше будет зависеть уже от харизмы, от мастерства, от инструментов, ты-ты-ты-ты-ты и все остальное прочее. И точно так же с переходами. Понятно, что если небольшая программа, 20 человек, не нужно такую вот харизму, как у Александра Македонского, который провел через 500 километров в пустыне 60 дней, и у него из 40 тысяч человек осталось. Все в том, что нормальный тренер, вот в начале, он думает, ну вообще примерно так. Он думает, господи, дайте мне текст, я сейчас все то же самое расскажу. Ну нормальный человек, ну после этого базовой программы, он говорит, ну все, давайте текст, я сейчас все это тоже проведу. Я вот там медитации не заполнила, а все остальное, все нормально. Вот, потом, я когда езжу в разные города, у меня всегда мечта, чтобы организатор хотя бы один раз провел вот трансформационную программу, и тогда мне уже как тренеру гораздо по другому работать в этом месте, потому что он понимает, что в чем он знает, да, что там такое. Вот, потом он тренируется, тренируется, и в какой-то момент появляется вот эта вот харизма, и все ему говорят, вау, ты харизматичный тренер, мне говорят, о, ты гениальный тренер, думаю, как, еще они с чего будут, я не знаю. Но сегодня даже, представляете, я думаю, может сегодня обойдется? Нет, сижу там, себе спокойно. Что-то отъявляю, вяжу. Проходит к нему кто-то, девушка в синем платье, которая здесь организована, говорит, о, она, вы еще и вяжете, ну, гениальная женщина. Ждали? Так вот, дело в том, что вы, конечно, можете не догадываться, что у вас есть, но это как примерно есть у вас шикарная и роскошная библиотека, и вы знаете, что она у вас есть, а может быть и нет. И вот вы не знаете, то ли она есть, то ли нет. Харизма – это такая штука, которой стоит пользоваться, стоит знать. И вот здесь иногда этот этап называют, как, как это говорят, осознанная, неосознанная компетенция, когда ты осознаешь, что на самом деле ты этим пользоваться умеешь. И на самом деле, когда ты учишь других людей, это хорошо вот здесь вот находиться по каким-то некоторым поводам. Ну, совсем не так. Продолжение следует... Продолжение следует...